Слава Богу! Когда мы с вами читаем послание апостола Павла к Тимофею, во втором послании, в 3 главе 16 стих, он говорит такие слова, что Писание, оно, все Писание, оно Бога вдохновенно. И оно полезно для назидания, для наставления, для обличения. Дальше он говорит к праведности, или другими словами, к святости. Вот если мы берем Слово Божие, и неважно, какую книгу с вами мы начинаем читать, или книга бытия, или, может быть, псалмы, или пророка Аввакума, вот Библия говорит, любой стих, любое слово, любой библейский персонаж, он служит для нашего духовного роста, для нашего назидания, чтобы мы возрастали в вере и праведности Богу. И я хочу сегодня вместе с вами открыть книгу Судей. И давайте мы рассмотрим и посмотрим на один библейский персонаж. Его зовут Самсон. И я бы хотел, чтобы мы взяли сегодня три важных урока для себя из жизни человека на имя Самсон. Первое место, которое мы будем с вами читать, это книга Судей, 13 глава, первые пять стихов. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Соры от племени данного имени Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенецей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки от филистимлян». И первый урок, о чем бы я хотел бы говорить, и я его назвал, это «Дорожи Божьим призванием». Когда родился Самсон, мы читаем, это было время судей в Израиле. Библия говорит, что не было царя, который бы, может быть, говорил свою волю, это было время, когда Бог избирал людей, вот неважно, кто это был, или пророк, или просто человек, на которого Божье было помазание, Божье благословение. И этот человек говорил волю Божью для израильского народа. Если мы читаем всю книгу судей, мы находим, что это было время, когда Израиль, он или шел к Богу, или очень сильно удалялся от поклонения Богу. Это было время, когда Израиль очень сильно входил, видало поклонство. И Библия говорит, что Господь, желая приблизить народ, желая освятить народ, Он посылал амалекитян, филистимлян, мадянитян, которые приходили, которые теснили народ Божий. И вот в это время народ Божий начинал искать Бога. Бог ставил человека, который говорил Божью волю. И когда они поступали, по Божьему Слову написано, что Бог, Он спасал свой народ. И вот рождается Самсо. В это время написано, Господь посылает филистимлян. Они господствуют над народом Божьим 40 лет. Они притесняют народ Божий. Они притесняют людей Божьих. И написано, что миссия этого человека заключалась, призвание его заключалось в том, чтобы начать спасать народ Божий. Когда мы читаем о призвании, о миссии, то мы читаем дальше, что Бог говорит и дает ему определенный совет. Ты будешь человеком отделенным. Ты будешь посвященным мне. Ты будешь назареем Божьим. И Бог говорил, что ты должен поступать или жить определенной жизнью. Твоя жизнь будет отличаться от жизни других людей. Мы читаем, что этот человек, он не имел права брить своих головы или волос, стричь своих волос на голове. Бог говорил строго, что этот человек, он имел право прикасаться к мертвому телу. Даже если умирает твой родственник. Вот если ты назареем, если ты посвященный Богу, ты даже не имел права подойти к маме или к папе, или к твоему ребенку и просто попрощаться. Бог говорил о других сильных и важных вещах его жизни. Если мы вообще читаем литературу, то там другие источники, они говорят, что даже он не мог или не имел права петь песни. Он не имел права входить к жене или иметь женщину, иметь жену. Это был человек, посвященный Богу. И написано, что Господь, Он избирает Самсона для этой миссии. И Бог говорит ему на протяжении всей жизни, как ты должен поступать, потому что однажды ты должен спасти народ Божий от руки филистимлян. Но если мы с вами читаем книгу «Судей» и главы, которые повествуют нам о Самсоне, практически миссию, призвание, которое Господь вложил в жизнь Самсона, к сожалению, он не исполнил. Из тех обетов, из тех вещей, которые он должен был сделать, практически он ничего не сохранил. Единственное, наверное, что он сделал, это он лично сам не острил своих волос. Он прикасался к мертвому телу, он ходил в дом блудницы, он пил вино. И когда мы читаем на всю его жизнь, его миссия, она не была исполнена. Какой урок я могу взять из жизни Самсона? Часто я думаю, мы приходим в дом Божий, мы читаем слово Божье, а мы понимаем, что Бог, призвавший нас однажды, Он каждому из нас дал служение. Неважно, какое служение я сегодня несу в церкви, или я занимаюсь детками, или, может быть, я служу словом, или я пою, или я просто что-то делаю в доме Божьем, Бог дал мне призвание. И чтобы это призвание, оно было успешным в моей жизни, мне важно иметь святую, чистую и непорочную жизнь. когда мы с вами читаем послание к Ефесянам, 4 глава, 20 стихи ниже, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так, как истинно во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в ногу человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Когда мы с вами читаем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Вот эти Писания, другие, многое место, чем на Писании, мы не будем во все это вникать, очень много Бог говорит о важности нашей святой и непорочной жизни. Давид однажды идет, служит Богу, и он говорит Господу слова, «Испытай, не на опасном ли я пути, посмотри, как я иду, как я служу тебе, может быть, где-то мои глаза, они не видят то, что я, возможно, делаю что-то неправильно». И Бог говорит, «Если ты хочешь быть сосудом чести, если ты хочешь миссию, что Он хочет от тебя и от меня, если ты хочешь благословения твоей жизни, первое, что нам нужно, это праведное и чистое хождение пред Ним. Вот когда это будет в моей жизни, когда я не буду поступать как Самсон, по желаниям своих желаний, по хоте, и плоти, но буду жить, чтобы Христос вам не отображался, тогда наше служение, оно будет успешным и будет благословенным». Второй урок, когда мы смотрим на историю жизни Самсона, я назвал его «Будь победителем в искушениях и испытаниях». Что такое искушение и что такое испытание? Если простым словами сказать испытания в нашу жизнь, они приходят от Бога. Цель Божьих испытаний поднять нас, укрепить нас, сделать нас сильными, сделать нас верными, непобедимыми в Боге. Искушения, когда мы читаем Слово Божье, мы понимаем, что они приходят от дьявола. И Яков дополняет и говорит в первой главе, что еще искушение приходит от наших желаний плоти, от наших похотей. И желание дьявола опустить нас, сломать нас, чтобы мы перестали служить Богу, перестали поклоняться Богу, чтобы наша миссия, наше призвание, оно было разрушено. Это то, что однажды удалось дьяволу сделать в жизни Самсона. Потому что Библия говорит, он практически во всех искушениях не устоял. Он упал, и его падение было великим. Когда мы читаем Слово Божье, какие же орудия для борьбы в искушениях Бог дает тебе и мне. Самое важное, одно из сильных орудий, о которых говорит нам Священное Писание, давайте мы откроем, это Евангелие от Матфея, это 4 глава. И думаю, мы, многие знаем это место Священного Писания. Почему оно написано для нас? Потому что сам Иисус Христос, Он проходил искушения. В начале Своего призвания, в начале Своего служения написано, что Он проходил 40 дней пустыни и эти искушения. И Библия говорит, одно из сильных оружий, когда Я прохожу искушения, как Я могу остаться верным Богу. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стихи ниже. Тогда Иисус возведен был духом пустыню для искушения дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и подставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа, Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу, Богу твоему, поклоняйся, и ему одному служи». В жизни Иисуса приходят искушения, искушения от дьявола. И написано, «Все, чем победил Христос, это Словом Божьим». Когда Господь говорил, на всякое слово дьявола написано. И написано, что дьявол, он отступил. В жизни каждого из нас, хотим ли мы того или нет, будут испытания и будут искушения. И Библия говорит, что очень важный момент, когда я вникаю в Его Слово. Когда я сижу, я читаю это Слово, я назидаюсь этим Словом, которое способно укрепить меня, укрепить мою веру, мои силы. Сколько сегодня людей, когда они в искушениях падают. И когда дьявол к ним подходит, и он говорит, что тебе больше нет прощения, и люди соглашаются, они понимают, что это битва, она проиграна. А если я знаю Слово Божье, если я вникаю в Его Слово, я понимаю, что если праведник, он семь раз упадет, но он встанет, и он пойдет дальше. Как важно знать это Слово, как важно ходить в этом Слове, когда ты говоришь дьяволу, битва проиграна, но война не проиграна, сражение проиграно, но я встану, и я пойду дальше. Поэтому вникаем Слово Божье, учимся в Его Слове, потому что это то, что даст нам силу и победу в наших искушениях. Дальше Господь говорит в Евангелии от Матфея, 26 глава, 41 стих, еще одно сильное оружие. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впать в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Иисус говорит, как Яков говорил о плоти, что наша плоть, она часто вводима нашими похотями и нашими желаниями. Иисус говорит, что тебе нужно бодрствовать, тебе нужно прилагать усилия, чтобы не уснуть, тебе нужно прилагать усилия. Еще Он говорит важное слово молиться, молитва. Когда ты падаешь, когда ты спотыкаешься, когда ты проходишь искушение, возможно, у тебя нет силы взять и открыть Слово Божье. Возможно, эта книга, она трудна для тебя в какой-то момент читаема, но ты имеешь уста. Когда ты закрываешь свои двери и когда ты в простоте говоришь Богу слова, говоришь, что ты немощен, открываешь Богу в молитве. Библия говорит, приходит помощь и сила от Господа. Даже когда твоя плоть немощна, даже когда она побита в этих искушениях, но молитва, но Слово Божье, оно творит многое в нашей жизни. Когда мы читаем об Аврааме, Авраам, он проходил много испытаний в своей жизни. Когда ему было приблизительно 75 лет, Бог говорит ему, что ты должен оставить дом отца, оставить тот прекрасный город, оставить свой дом, и ты должен пойти в неизвестное место, в неизвестном направлении. В тот момент ему было приблизительно 75 лет. Он прожил 175 лет. И вот Библия говорит, 100 лет, который еще прожил Авраам. Это было в основном время скитаний. Находим ли мы в Священном Писании ропот или недовольство? Я не нахожу, братья и сестры. Когда ему было 100 лет, а Бог в протяжении 25 лет говорит, когда у него не было детей, что я благословлю тебя, я размножу тебя, ты будешь иметь столько потомцев, сколько звезд на небе, сколько песка на этом берегу моря, вот будет твое потомство, а ему 100 лет. И, наверное, кто-то бы из нас подумал, Боже, я уже не в испытании, я уже в искушении. Но Писание говорит, Авраам так не думал. Когда мы читаем послание к евреям, 11 глава, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в Шатрах с Исааком и Аковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Библия говорит, какое бы испытание не приходило в жизнь Авраама, он ходил в вере. Давайте, братья и сестры, мы начнем ходить в вере, в уповании, когда приходит испытание, искушение не сложить свои руки, не идти, как Самсон, по желанию своего сердца, по желанию плоти, но Библия говорит, бодрствуй. Библия говорит, бери Слово Божье, читай Слово Божье. Библия говорит, бери молитвенное, молитву, пост, молись мне, открывай твои источники передо мной, ходи в вере, уповай на меня, и ты все сможешь пройти, как прошел Авраам. Аминь. Третий урок, о чем нам говорит Писание из жизни Самсона, давайте мы откроем, и мы прочитаем из книги Судей, 16 глава, 28 стих и ниже. Это было время, когда однажды он зашел в дом одной женщины именем Долида, когда она узнала его силу, она остригла его волосы, его голову, и он был плен филистимлянами. Он находился в пленении, написано, что ему даже выкололи глаза, над ним смеялись, над ним издевались. И однажды он говорит такие слова. И возвал Самсон Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. Третий урок, я его назвал «Держись правильного мотива в служении». Если мы с вами внимательно почитаем это местописание, мы понимаем, что его желание, его цель отомстить, уничтожить филистимлян, оно было правильным. Но мотив это не был Божий мотив. Это не был мотив то, что Господь дал ему от рождения. Это было желание чисто его личное отомстить за два его глаза. Я хочу задать вопрос. Когда мы служим Богу, когда мы возможно что-то делаем в Церкви Божьей, возможно мы выходим проповедовать, петь, возможно мы что-то делаем в Церкви, какой наш мотив? Хотим ли мы этим мотивом прославить имя Бога, или у нас свои мотивы, личные мотивы? Когда мы с вами читаем об Анании и Сапфире в книге Денья Святых Апостолов, Библия повествует, это было то время, когда благодать сильно действовала в Церкви Божьей. Многие богатые люди, они продавали имение, они продавали свои земли, и они приносили деньги к ногам апостолов. И апостолы, они брали эти деньги, они раздавали этим бедным людям. Когда мы с вами читаем, что эти люди, которые оказывали такую помощь, они были в почете, они были в уважении в Церкви Божьей. Люди, они радовались о них, они, наверное, благодарили их, наверное, в Церкви их поднимали, наверное, говорили, вот эта семья, она пожертвовала что-то для Бога, во славу Божьей. И Библия говорит, однажды Анания и Сапфира, им что-то подобное захотелось. И они продали дом, но часть они утаили, они скрыли, они обманули апостолов. И Библия говорит, Господь Он оказал Ананию и Сапфиру. Какой сегодня наш мотив, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы служим Богу, когда мы что-то делаем для Бога, когда мы жертвуем для Бога, какой мотив в моем служении, если я хочу, чтобы эти деньги или мое служение, оно имело успех, мне нужен правильный мотив. Я когда-то уже давно говорил этот пример, когда я читал историю, биографию Спеджина, когда в его церковь или в какую-то церковь он был приглашен, и до того, как он приехал, в этой церкви проповедовал один американский проповедник. Когда этот проповедник проповедовал, это был очень известный проповедник того времени, и люди вышли из служения, они приблизительно говорили после служения такие вещи. Какой прекрасный проповедник, какая его дикция, как он был одет, как он хорошо говорил, и все слова, они были об этом человеке. на следующее воскресенье в этой же церкви должен был проповедовать спержен. И когда он проповедовал, и люди вышли из служения, они тоже говорили, но они говорили о другом. Каков прекрасен наш Бог, какой он чудесный, какой он прощающий, какой он всемогущий, какой он любящий. Они даже забыли, кто проповедовал, они даже забыли, как его зовут, как он был одет, вы знаете, мне так хочется, чтобы в нашем служении были эти правильные мотивы. Когда мы будем так жить, так проповедовать, так петь, так прославлять Бога, тогда благодать Божья, она будет действовать среди нас и в нашей жизни. Аминь. Когда мы читаем восьмую или восьмая глава Денья стих апостолов, если вы помните, там местописание говорит о Симоне в волхве. Это человек, который покаялся. До этого он был, ну как сказать, волшебник, он делал какие-то чудеса, шарлатан, но он принял Слово Божье. И написано, он следовал за Словом Божьим, за апостолами. Однажды он увидел, что апостолы, они стали молиться о людях. И когда апостолы возлагали руки, Дух Святой сходил. Ему так это понравилось. И он так захотел, чтобы через него было действие силы Божьей, действие благодати. Он приносит деньги апостолам, он говорит, помолитесь обо мне, помолитесь обо мне, и я хочу так молиться, и я хочу, чтобы через меня действовала благодать Божья. И апостолы говорят, у тебя эти деньги пускай будут тебе на погибель. И если мы читаем, то там такое интересное слово, потому что твои мысли или твое желание, оно неправильное. Вот как важно в нашем служении иметь это правильное мышление, правильное понимание, служить для Бога, служить от всего сердца, чтобы Он прославился в нашей жизни, в наших делах. Я хотел бы в конце, перед тем, как мы будем молиться, я не так давно прочитал одну историю об одной женщине, ее зовут Фанни Кросби. Она родилась в 1820 году и умерла в 1915 году, она прожила 95 лет. Чем известна эта женщина или эта сестра? Наверное, самое известное это тот псалом, который она однажды написала, я думаю, что многие из нас, они его знают и мы его поем. Этот псалом называется «Твердо я верю мой Иисус». Я даже хочу, чтобы мы когда-то его спели, потому что мы давно не пели этот псалом. Чем силен или чем затронула меня эта история? Судьба этой женщины, она была очень трагической. Когда ей было шесть недель, она заболела. И были последствия, она ослепла в шесть недель. Она практически никогда ничего не видела в жизни 95 лет. Когда ей был приблизительно один годик, умирает ее отец. Семья была бедная, после этого была еще большая нищета. Но ее бабушка и ее мама это были очень набожные люди. И они так сильно привили ей любовь к Богу. Мама однажды сказала, что если Бог что-то забирает у нас, Он даст нам что-то еще большее. Эта девочка понимала, да, Бог забрал мое зрение, но Он не даст что-то большее в моей жизни. И когда ей было восемь лет, она начала писать песни. Она написала приблизительно девять тысяч христианских гимнов за всю свою жизнь. Это была одна из самых известных христианских музыкальных служителей своего времени 19 столетия. Она была настолько способна, что однажды работая в уме, она работала сразу над двенадцатью песнями. Однажды в один день она смогла написать семь гимнов, семь песен в один день. Насколько Бог использовал эту женщину. В 38 лет она вышла замуж. Ее муж, он был тоже слепым человеком. У них родилась дочь, и эта дочь в маленьком, детском возрасте она умирает. Это была сильная трагедия для нее. спустя 44 года умирает ее муж. Ее жизнь, она наполнена испытаниями, наполненными искушениями. Почему я вспомнил эту историю? мне очень запомнились ее слова, которые она произнесла однажды. Она сказала такие слова, если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, то я не смогла бы написать сколько прекрасных гимнов. Эта женщина, она гордилась тем, что она не видит. Однажды в ее город приехал доктор Муди. Если мы читаем книгу Божьей генералы, это один из сильных Божьих помазанных мужей того времени. Через него сильно действовал Бог. И некоторые музыканты из его команды, они пришли к Фане, и они сказали такие слова, пошли с нами, сегодня будет за тебя молиться доктор Муди, и ты получишь исцеление. Бог тебя сегодня исцелит. Приходили другие проповедники известные этого времени говорили, мы будем молиться за тебя, Бог исцелит тебя. Меня затронули слова, которые она произнесла. Она говорила каждому проповеднику, каждому человеку, который предлагал это. Она говорила такие слова, если я сегодня буду иметь самое лучшее зрение на этой земле, в этом мире, я не хочу это иметь, потому что первое, что я хочу в моей жизни увидеть, чтобы это был Иисус. Знаете, меня очень затронули эти слова. Нас часто в этой жизни решают многие вещи, но только не Иисус. Мы падаем в искушениях, мы падаем в испытаниях, вместо того, чтобы подниматься, мы как самсо, мы падаем. А эта женщина, она смогла пронести, потому что она имела образ Иисуса Христа перед собой. Когда мы сейчас будем молиться, возможно, ты сегодня, как самсо, ты где-то не устоял в искушениях, в испытаниях. Сегодня Бог дал нам эту возможность, что Он среди нас. Ты можешь открыть Ему свое сердце, ты можешь сказать Ему, Иисус, я проиграл одно сражение, может, я проиграл вторую битву в моей жизни, но я не проиграл войны, а я тебе отдаю мое сердце, сердце, которое хочет служить тебе. Давайте мы сейчас, как эта женщина, мы склонимся, и мы просто будем просить у Иисуса силы, искушениях в испытаниях и прощениях, если где-то мы не устояли. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok